Дорогие друзья, на нашем марафоне эмоций и успех мы учились распознавать свои чувства, да, и правильно с ними взаимодействовать, понимать природу своих чувств. Это первая ступень к эмоциональной грамотности. Следующая ступень это начать распознавать эмоции других людей. Это очень важно, опять же таки, для коммуникации, для взаимоотношений, для понимания, почему человек так себя ведет, да. Вот сегодня мы, например, разберем, когда на нас вот ни с того ни с сего раздражается человек. Вот ни с того ни с сего, вот знаете, как говорят, попал под горячую руку, да. И мы потом ходим вот с этим чувством, что мы что-то не то сделали, да, и начинаем перебирать. А действительно ли мы что-то не то сделали, или что, или мы начинаем злиться на этого человека, да. Получаются всякие такие моменты, мы можем с этим грузом долго находиться, долго прям, да. Можно даже проснуться на следующий день и помнить вот это вот неприятные такие, неприятный осадок такой, да. Вот, и давайте разберемся, почему такое может быть, почему может кто-то на нас вот так вот, нас атаковать, вот так вот ни с того ни с сего. Вот тут главное понять, что это реально ни с того ни с сего, как бы вот к нам точно никакого отношения не имеет, да. А человек накричал там, или как-то буркнул, или еще как-то, да. Обычно такое бывает, когда человек недоволен собой. Вот он начинает срываться, потому что он недоволен собой. Понимаете, если это беспочвенно, да, если это непонятно, почему человеку, вот, непонятно, что он. Человек, у человека просыпается вот этот вот внутренний критик, и человек не знает, что с ним делать, и начинает раздражаться, да. Раздражать, часто человек раздражается на себя, а транслирует это на других. Такое очень часто бывает. И я приглашаю вас к просмотру моего ролика «Внутренний критик». Внутренний критик. Вообще, вот этот внутренний критик, это очень-очень важная, важная тема такая. И с ним очень важно уметь разбираться с этим критиком. Вот, потому что он нам очень сильно досаждает, при этом ничего хорошего нам не приносит. Вот, но сегодня они об этом, сегодня о том, что какое-то раздражение на вас может быть с вами не связано, а связано как раз с чем-то, какими-то внутренними процессами вот этого человека, который раздражается. Вот, поднаблюдайте. Важно начать наблюдать, да, чтобы начинать ориентироваться в ситуации, в эмоциях другого человека. Что он чувствует, что этот человек чувствует. Для близких очень-очень важно вот это тоже, это эмпатия, развивать вот эту эмпатию. Что он чувствует сейчас, этот человек? Он кричит, а на самом деле ему страшно. Такое может быть. Разные варианты могут быть. С вами была Мария Липинская. Обнимаю вас. До наших новых видео встреч. Субтитры сделал DimaTorzok